приветствую вас друзья добытчики сегодня хочу рассказать что же делать с такими монстрами когда вы сходили на рыбалочку на мормышечку но принесли вот таких вот монстров будем жарить рыбу в кляре сделаем филешечку сделаем порционные кусочки и все это в пивном кляре так зажарим чтобы все вспенилось было вкусненько давайте приступать возьмем наш филейничек распластаем нарежем на порции и будем жарить налимчик хороший такой бонусный голова на уху пойдет и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас быстренько его раз Снимем филе с удочка По позвоночнику пройдем Да, отлично Здесь уже можно филе Когда кости прорезались Одна половинка Вот тут жира сколько И сколько жира Сейчас мы ее тоже отстегнем Вторую половинку сейчас сделаем Все идет Легко снимается Так, головку Я хочу уху сварить Так, вырезать надо Косточки вот эти вот Нигде у тебя болит спарик Нигде уже не болит Все, свободно Все, шкура Это пополам Можно Филешечка такая Ну уж, острый втыкается Прям Сильно в мясо Врезается Так, вот здесь вот Плавничок его срезать надо Надрез И лешечка Раз И сюда Отлично Щуканчики сейчас пойдут Так Ну сначала его спорим Можно вот тоненьким ножиком А вот брюшко это надо Обрезать аккуратненько А потом мы его засолим И будет к пивасику соленая Такая закусочка Ребята Блин, как повезло Смотрите Чашечку сейчас быстро ставлю Икрища это сколько Окей-то Ой-ой-ой-ой Через массорубочку Как пропущу Отлично а у меня еще две щуки здоровенных и вдруг из них тоже мамка будет икры замечательно много так подрезал я одну сторону пузо переходим на вторую сторону от этого поплавника и пошли так чтобы еще ребра не доставало вот и отлично вот такая будет вот те шка ухты куда побежала так кишечка на засолочку пойдет начат кишочки отнимаем смотрите какая большая печеночка чистая щучья печеночка там уже горько будет мою так вот отрежем и в кляр ее в кляр а это все собачка собачек много вечно жрать хотят лают вон все закончилось это вот она филешка щучья откатилась одна теперь на вторую снять тоже большим ножиком можно тоненькую взять а вот здесь подрезается очень легко таким ножиком прям идеально срезается никаких проблем в этом нету ножик глубоко не заходит ребрышки аккуратно подрезаются так плавничков нету нету ребята плавничку легко ложим пусть она будет даже такая большая но это таким ножиком очень легко снимать именно со шкуры что-то я накосячил нет смотрите филешечка чистенько шкура снялась ну вот это конечно можно подрезать но это без чешуи без всего пленочка только я считаю что отлично еще пару щук осталось друзья смотрите сколько и корочки в такой громадине отлично брюшко тоже на засолку смотрите какая корочка мы сделаем пятиминуточку вот она вторая вон половинка пленочку мясорубкой от тянем будет отлично целая корзинка икры так брюшко нам надо вынуть аккуратненько чтобы без всяких лишних запчастей так вот вторая брюшко на засолку классно классно смотрите какая печень в кляре и сделать будет о печень обалдеть так это чё шарик нет не шарик отлично отлично вот так вот что теперь делаем теперь снимаем половинки стандартно так тут большим ножом нужно потому что большие ребра бедные женщины как такую рыбу им разделывать если вы принесли не понимаю отправят вас скажут куда вы иди несите обратно а а а а а а а а а все чистенько а если запустить она долго будет потом отмываться так с этим решили теперь нужно промыть икру так наливаем прям водички сюда и взбалтываем так взбалтываем прям вот эту пену сдуваем опять наливаем из-за все подожди и подожди и в и в в Отлично. Смотрите, видите, цвет меняет. Соль, когда хапанула в себя, меняет цвет, ну, нормальный. Ой, какая соленая. Ну, ничего, пять минут постоит, потом промоем, будет отлично. Миккулубий. 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 у марли больше остается икринок чем железном сити ложкой прогоняю продавливаю ну под загустела и чуть-чуть постоит в кастрюльку и можно замораживать контейнер какой-нибудь закрывающийся пару ложечек растительного масла сейчас болтаем и будет ядренькая такая икорка а для подачи надо с лучком смешать вот и смотрите какая получается рассыпчатая она маленько постоит под загустеет в холодильнике будет вообще идеально вот так вот ребята что у нас получилось из тей рыбы так это у нас уха алиме голова печень икра и судача голова это у нас филе налима печень щуки и филе судачка тут щучья икорочка пойдет на пятиминутку и щучье филе пойдет на фарш на котлетки так что вот так удачная рыбалочка получилась значит для кляра нам понадобится два яичка значит острый какой-то соусец немножечко его так пару столовых ложечек до его соуса для соленоватости пару яичек силикон около стакана муки и замешать это все потом разбавить для нужной консистенции пивом и будет вкусненько но эти тенца должна быть не жидкая должно быть пожиже оладьев чтобы на рыбу налепал а не стекал с нее думаю достаточно сейчас возьмем венчик бодрим маленько и потихонечку начнем и вот его заливать что ты делаешь? тесто делаю можно ли я тебе помогу? я помогу тебе что нужно делать? Но уже всё, уже рыбу жарить надо будет. Ааа, я буду жаривать! Вот хорошая здесь енца такая блинная. Блинная? Надо, чтобы камушков не было. На вкус сейчас попробую. Взб seulement. Помають мы! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, икринки не лопаются так, как у красной Но вкус стоит того А с вами был я Сергей И это канал Лисипень Ставьте лайки Подписывайтесь Пишите комментарии Всем удачи И пока Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и всем пока-пока!